Добрый день, дорогие коллеги! Во-первых, я хочу сейчас поздравить организаторов, потому что я тут уже второй день пребываю на презентации второго года программы Летучего университета. И несмотря на то, что мы сами делаем свой вклад в программу, ставя себя на место потенциального участника, я, например, так полагаю, что уже и разорваться невозможно, потому что хочется почти на каждый курс. И тем, кто будет делать выбор, наверное, перед ними будет стоять сложная задача. И в этом смысле, наверное, один из советов – это максимально расширить информационное поле для максимально большого количества людей. Потому что в противном случае, я не знаю, я уже хочу на три курса. Когда я буду работать и все остальное делать, мне уже непонятно. Хотя работы у меня много, в том числе с подготовкой нашего курса для Летучего университета. Сейчас я хотела бы остановиться, собственно, на презентации нашей школы. Это школа по некоммерческому праву. И объяснить, почему Центр правовой трансформации, будучи правозащитной организацией, профессиональной организацией, которая достаточно много делает работы, связанные с вопросами прав человека и правовой реформой потенциальной, почему мы, собственно говоря, в рамках Летучего университета считаем необходимым делать курс некоммерческого права. Ну, во-первых, тут я, наверное, сейчас коротко пользуюсь возможностью и доступом к аудитории расскажу, что есть основы правозащитной деятельности. Основы правозащитной деятельности состоят для нас в совокупности методов правозащитной деятельности. Во-первых, мы работаем с тем, что есть реальность, то есть с конкретными ситуациями, с конкретными случаями. В этом смысле мы используем активно методы сбора информации, информационные методы распространения информации о конкретных ситуациях, требующих реагирования, реагирования общества, реагирования международных организаций, реагирования государственных органов на те или иные проблемы в сфере прав и свобод. Во-вторых, мы активно используем то, что называется деятельность просветительская. Почему? Потому что мы убеждены в том, что без привития стандарта, без разговора, без просвещения, без повышения понимания и стандарта по отношению к правам человека, то есть, наверное, вот те первые задачи, это борьба с нарушениями, да, то есть они вряд ли реализуемы, а если реализуемы, то вряд ли будут иметь устойчивые формы. Поэтому для нас большое удовольствие и честь ряд своих просветительских программ реализовывать в рамках летучего университета. Почему? Потому что мы разделяем, осознанно разделяем те цели, те подходы, которые летучий университет прививает как форму идеи, да, и как, собственно говоря, развитие этой идеи в последующем, как университет, как идея построения нации. Почему мы считаем необходимым очень прикладной, очень прикладной курс, повторю еще раз, это как-то даже непочетно по сравнению со всеми предыдущими, вот, курсами, но тем не менее. Очень прикладной курс по праву некоммерческих организаций предложить в рамках этой программы, делаем мы это по трем основным причинам. Причина первая, то есть мы считаем, что мы имеем на это право. Почему? Потому что на протяжении 16 лет наша правозащитная организация, несмотря на то, что ее там дважды ликвидировали в разных ситуациях, но тем не менее, мы остаемся командой, командой, которая изначально, командой юристов в основном, которая изначально ставила перед собой такую задачу, работать с гражданскими инициативами, работать с общественными активистами, с теми, кому нужна наша профессиональная юридическая помощь пробона, то есть бесплатно, отдавая часть профессионального долга, часть профессиональной деятельности для тех субъектов, которые, как правило, не имеют, в первую очередь, финансовых возможностей для привлечения высокопрофессиональных консультантов, экспертов для своей работы. Вообще во всем мире пробона деятельность для юристов это нормальная часть профессии, собственно говоря, уважающийся юрист за пределами нашей прекрасной страны, если часть времени не отдает бесплатно для служения общественным интересам, но, собственно говоря, он, в общем-то, в сообществе профессиональном не особо признается. У нас подобного рода деятельность не является традиционной и у нас подобного рода деятельность не является привитой. Это первое. То есть второе. К сожалению, даже в рамках коммерческой практики, то есть практики коммерческих юристов вопросом некоммерческого права традиционно не уделяется достаточно серьезного внимания. Опять-таки почему? Ну, потому что за этой услугой не всегда идут с деньгами. В рамках коммерческих юридических фирм не всегда принято, ну, скажем так, смотреть на это серьезно. Ну, а в-третьих, мы полагаем, что эта сфера правоотношений имеет целый спектр узких, узких, не всегда интересных профессионалам, ну, скажем так, которые работают с широким спектром проблем, узких вопросов. На протяжении 16 лет мы можем сказать, что мы, а, понимаем эти узкие вопросы, почему? Потому что более 300 общественных организаций на сегодняшний день пользуются нашей бесплатной правовой помощью. И это значит, что каждый день мы имеем дело с совершенно конкретным опытом практических вопросов, с которыми сталкиваются общественные организации в своей практической деятельности. Даленько не всегда эти практические вопросы можно понять и найти на них там правовые ответы, если ты имеешь дело исключительно с материей анализа, законодательства и других нормативных актов. Почему? Потому что, к сожалению, сегодняшняя белорусская правоприменительная практика не представляет собой точное исследование нормы закона. Например, если бы мы точно могли понимать, что правоприменительная практика работает с нормой закона, то мы не имели бы на сегодняшний день огромное количество ликвидированных правозащитных организаций, в частности, практически всех правозащитных организаций в этой стране. К примеру, правозащитного центра «Весна», который на протяжении шести лет пытается восстановить свой статус зарегистрированной организации. То есть сегодня, к сожалению, белорусское правоприменение существенно отличается от того, что составляет классическое, юридическое, как это правильно сказать, такое очень прикладное, ремесленническое знание. И сегодня вот это ремесленническое знание, оно возможно только если ты очень четко понимаешь специфику деятельности, если ты работаешь с этими случаями каждый день. Это два. И третье. Мы, конечно же, не можем остановиться на полном ремесленничестве, привлекая к этому курсу слушателей. Почему? Потому что, к сожалению, мы должны признать, что в рамках юридических факультетов далеко не всегда студентам и практикующим юристам успевают рассказать, что право в авторитарных системах в основном может само по себе быть источником нарушения прав человека. Это не значит, что садясь работать сегодня с нормативным актом, юрист работает с тем, что составляет основу и природу права. К примеру, право на свободу ассоциаций, право на объединение. Посему наша задача в рамках этого курса в том числе говорить о международных стандартах, говорить о том, что есть современное понимание права на свободу ассоциации и что мы, как представители юридической профессии, должны делать с тем, чтобы законы, которые есть в этой стране по этому поводу, в итоге стали причиной развития этого сегмента общественной жизни, а не причиной его стагнации и сужения. Наверное, это все. Продолжение следует...